Итак, друзья, встретился сейчас с автором канала Алекс Аверс. Привет! Всем привет! Вот, он сегодня был на барахолке, я, к сожалению, не успел на нашем центральном рынке. И как раз эту тему сегодня обсудим, антикварные вещи. Я забрал несколько посылок с почты, покупаю на Виолите. Вот сейчас как раз покажу тебе, что я приобрел недавно на аукционе. Честно сказать, думал, какие же сувениры покупать в Египте, что может стоить. Но, к сожалению, там никаких пирамид, ничего нельзя вывозить. Что может стоить дорого, да? Что с египетской темой может стоить и стоит положить. Вот, например, вы побывали в Египте и хотите положить к себе в коллекцию что-то, что будет расти. Ваши брелки, ваши гипсовые статуэтки, к сожалению, расти в цене не будут. Они будут только пылиться и дешеветь. А вот, а если вы хотите вещь, которая будет вам напоминать о вашей поездке, например, в Египет, да? То вот можно приобрести подобные вещи. Это Египет, конечно, это сделано там. Но покупалось не конкретно в Египте, покупал это для Виолити. Потому что я понимаю, что, в принципе, для меня это будет ассоциироваться с Египтом. Ну, копирич вот это меня как бы смущает. Копирайт. Нет, это значит, я думаю, мои догадки, что данные вещи, ну, очень редкие в плане того, что это оригинальную фотографию. В 1920 году съездить в Египет было нереально. Очень сложно, очень дорого. И только огромные богачи ездили туда или ездили туда путешественники. Письменники. Да, писатели, кто делал. И фактически с тех времен что-то найти очень сложно. Потому что люди не могли вывозить транспортировку. Некоторые люди просто рубахи, знаешь, в которых они повидали мир. Себе сохраняли, на стеночку вешали рубашку, которая была там в Африке, еще где-то и так далее. Здесь мы видим вот такая фотография 1920 года. А почему она дублируется? Мне тоже непонятно, почему дублируется. Но вот тут вот провожают, скажем так, человека в Африку, в пустыню. Ему дают воду с собой. И вот тут копирайт. В принципе, даже эта фотография указана с авторскими правами в интернете. Можно найти ее по конкретным ключевым названиям. В обратную сторону покажу. Как ты чувствуешь, какой по твоим ощущениям сохран? Ну, классно, оригинальное мое ощущение, что вполне может и иметь отношение к 96-му году. Но современные технологии, опять же, они дают нам, им. То есть те, кто подделывают или копируют, нереальные возможности. Текстовка с ятью, это дореволюционный текст, естественно. Ведь это же прощальная жертва от бытия в пустыню Египет. Ну, наверняка это какая-то картина, возможно, известного художника. Не художники с Алексеем, поэтому что видим... Это фотография, может быть. Да, фотографическая, ну, наверняка. Так, здесь что у нас? Нью-Йорк, Лондон, Торонто, Канада, Тава... Канзас. Канзас, да. Ну, вот такая вот открытая. Замечательно. Ну, ощущения очень приятные от нее по оригинальности. Ну, хотелось бы верить по картону, по его вот структуре, по качеству снимков. Не знаю. В любом случае такие открытки не сильно дорогие. То есть, я думаю, в пределах до 500 гривен такую открытку можно купить. Вот в данном случае эта открытка была куплена и за такие деньги, да, за до 500 гривен. Ну, есть еще другие, кстати, открытки. Прекрасно. Мои поздравления очень хорошие. Ну, вот здесь, кстати, уже все по-другому. Более четко. Тут, да, я думаю, все-таки... Хотя, хотя, опять же, с этой стороны... Но, скажем так, это не наша национальная тематика, в каком плане там... Не наша история, поэтому мы некоторых тонкостей можем не знать. Made for RU сделано для RU. Керибросс. Ну, что, ты какой-то брат младший, да? Нет, я думаю, это имя и фамилия, скорее всего. И сделано, то есть, для кто-то себе заказывал какую-то коллекцию. Эти, кстати, открытки, они попали с путешественниками, попали в Одессу. И в Одессе были куплены у одного из путешественников, который... Да, покупал. Вот это, конкретно, думаю, тоже годы 30-е и 40-е, мне кажется, по моим ощущениям. Вот, может быть, даже 20-е, 1920-е. То есть, вот вторая, которая, я думаю, попозднее, где-то советская она. Вот, если мы помним. Следующая. Следующая, да, здесь тоже показана тематика Египта. О, это рынок. Да. Рынок в Египте. Кто был тут, наверное, знаю, я, к сожалению, еще не был. Да, ну, здесь... А, ну, тут советы есть. Да, советы. Твой прогноз какой-то примерно год. Ну, тут, Леш, я уже прочитал. Какое? К сожалению или к счастью, 55-й год. 55-й год, это вот самое новенькое из тех, которые есть. Вот, это наверняка какую-то фотографию. Просто ее перекладывали на холст. Ну, потому что это копия-копия какого-то холста и наверняка картина. Мы сейчас прочитаем даже. Ну, вот художник Финогена, улица Золотого базара, Каир. Угу. Естественно. Из такого плана открыточки такие могут стоить в районе до 100 гривен где-то. Да, думаю. Это подешевле. Может, там 20-50, да? От 20 до 50. Ну, наверняка. Опять же, тема наверняка она не очень широкая. От спроса, конечно. Кто хочет, вообще, репринтовое издание, мое ощущение. Хотя, хотя, хотя. Ну, по бумаге, мне кажется, она довольно старая. То есть, в плане самой. Ну, цвета просто. Слишком ярко, думаешь, да? Нет, просто цвета необычные какие-то. Вот характер, почему она такая? Ты понимаешь, здесь, ну, вот, если она достаточно старая, почему здесь достаточно новое отображение вот этих всех, понимаешь, тонкостей. Они вот такого не было. Таких картинок, не знаю, как правильно характеризовать. Но это более современное уже. Изложение, видение там какой-то тематики. То есть, вот эти все маленькие. Ну, не иероглифы, это я так. Значки. Да, ну, это гербовые. Гербовые штуки. Понятно, да? Окей. Сейчас там дальше. Так, идем дальше. Давай, да, ускоримся. Дальше вот эта вещь гораздо интереснее. Пройдем. Давай, да, это Каир у нас. Каир площадь с повозкой. Ну, здесь очень нравится. Очень красивая такая, замечательная, да, с люди в национальных костюмах и так далее. Повозки. То есть, шикарно передает эпоху именно того времени. Жаль, даты нет. Открытое письмо. Ну, это университет Международный почтовый союз. Ну, до 17-го года, одним словом. Очень приятный экземпляр. Каир, Мусултан Асан, ну, вот мечеть Султана, я так понимаю. Египет, это не силен, ну, как бы нравится. Скажем так, да, по исполнению она достаточно старенькая. Так, давай посмотрим, что сегодня мне пришло на почте. Вот, доставай. Красота. Вот, просто выдергивай его. Ага, вот так. Это вот только-только забрал свежак. Да, темы Каира. Все-таки я только-только. 10 вьюшек, 10 вьюшек. Ну, фотографии или что? Что-то тут такое, не знаю. Сейчас еще живем не видел. Ага, это Каир. Это у нас Каир. О, вау. Короче, подарочный набор с египетскими вот такими видами. Видами. Видишь, сфинкс, как он закопан? Ты знаешь, что на самом деле сфинкса откопали только вот уже в нашем 1920 году. После революции. Каждый год, кстати, каждый год его очень сильно заносит постоянно песком. Если не расчищать, он просто будет погребен. Да, он был такой, что по шее был закопан в песке. Круто. Вот Каир, цитадель. Ага, крепость, да? Да, да, мне кажется, вот это она. Да? Нет, не она, но очень похожа. Очень похожа, да. Может, один из... Нет, башни другие немножко отличаются. Может, какие-то... Так, здесь Каир, все у нас Каир. Так, ага, ты ищешь совпадение. Вот, ну, нашел... Это она, да. Ну, конечно, вот это она уже, да. Султан Насан, да. Насан, класс. И что? Что изменилось? Вот просто интересно даже виды. Ну, конкретно здесь я не был, я ездил в Каирский музей. Ты видишь, вот деревца разрослись, да? Посмотри, то есть это более позднее, естественно, это более раннее, потому что они... Или время года имеет значение, допустим, снимки черно-белые, мы не понимаем. Корпуса, корпус вырос. И как-то поменялось строение. Да, слушай, действительно, вот задняя часть, вот здесь второй дом уже появился, а здесь его нет. Какой-то такой пристройка, что ли? Вот, 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 да, 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 реконструкция возможна, но остаются... Очень, так, очень, честно. Мои поздравления шикарные. Шикарная подборка. Какой год, как ты думаешь, это было? Хотелось бы верить. Дореволюционная. Дореволюционная, друзья, это имеется в виду до 1917 года. Ну, мои ощущения, вот, честно. Оно все выполнено, вот, черно-белая стилистика такая до 1917 года. До 1917 года. После революции все стало меняться, немножко качество. Понятно, цвет появился спустя какое-то время. Ну, вот, ощущения. Хотя, я не видел сувениров, так сказать, вживую. Там, возможно, имитируется это все. Кто был на отдыхе, знает, понимает. Ну, мне хочется верить просто. Друзья, ну, кто знает, бывал, пишите, чего? Комменты свои, ставьте лайки, естественно. Алексей очень интересно передает всегда информацию. Надеюсь, вам нравится смотреть его канал. Подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok